Что-то, что-то как будто тормозит, трубку поднять тяжело, себя заставить где-то тяжело, и удовольствие далеко не приносит. Кто из вас сейчас с этим сталкивается? Давайте только честно. Кому неприятно звонить, или как-то неудобно, или вот что-то как-то корежит, да? Смотрите, здесь важно понимать, я однажды поняла такую вещь, что когда ты не хочешь звонить, когда тебе сложно звонить, это говорит только о том, что ты не видишь, куда ты идешь. Нету цели, нету воодушевления, нету вот этой движущей силы, потому что после отдыха, да? Да мы в принципе-то и не работаем, поэтому какой тут отдых? Смысл в чем? Когда ты точно знаешь, ради чего тебе необходимо поднять трубку телефона, в этом случае ты не думаешь, кому тебе звонить, тебя не напрягает. Еще одна деталь, когда бывает сложно звонить, когда у человека внутри есть позиция не победителя, а позиция убалтывателя. То есть тебе кажется, что ты сейчас будешь звонить, унижаться там, что-то убалтывать, что-то впаривать. Вот в этом случае, то есть если у человека внутри это сидит, такое непонимание того дела, которым он занимается, тогда он боится звонить. То есть как правило, когда не знаешь, куда ты идешь и зачем вообще, зачем тебе этот бизнес. Давайте переходим именно к целям. Напишите, пожалуйста, вот ради чего тебе этот бизнес. Какая твоя ближайшая цель? Вот есть ближайшая цель твоя личная. Сейчас начался марафон, через две недели он закончится, и ты сделаешь за две недели определенную сумму денег, да? Да, но это рамка рубина, это хорошо. Вчера, кстати, видели, да, новости я написала. Для тех, кто стремится к рубину, ребят, до 15 июля компания продлила, то есть фактически весь товарный оборот июня, и плюс еще то, что вы сейчас делаете, у вас все это входит в ваш объем. Цель 15 активных партнеров. Ради чего тебе лично этот бизнес? Зачем тебе 15 активных партнеров? Вот, допустим, за две недели ты сделал денег. Что ты с ними будешь делать? Для чего они тебе вообще нужны? Почему они должны к тебе прийти? Пишите, пишите, побыстрее. Зачем тебе этот бизнес? Что тебе вот очень-очень хочется сейчас? Вот в ближайшее время. Что тебе хотелось бы получить? Тут не надо писать, там, долги раздать, да? Для тебя, вот что, что ты хочешь для себя лично, что тебя возбуждает для того, чтобы ты действовал? Есть ли вот у вас подобное какое-то желание, мечта? Ребят, пишите, пожалуйста, побыстрее. Пишите, как есть. У кого есть, у кого нет. Поездки плюс автомобиль. Две ближайшие недели ранг. Ранг для чего, Юль? Для чего ранг? Раздать долги. Я могу сказать, что до тех пор, пока будет двигаться, раздать долги, просто будете блокировать себе весь результат. Нравится вам это или нет? Вот деньги приходят на удовольствие. Никогда деньги не приходят на раздать долги. Просто наоборот будет все блокироваться. Отдых с ребенком на море. Ну вот конкретика. Поехать на тургаяк. На тренинг. То есть первое, определиться, ради чего этот бизнес тебе нужен. Галя, ты никогда не можешь быть удовольствием, раздать долги. Это не удовольствие. Учить тренинг. Зачем тебе тренинг? Зачем тебе тренинг? Вот этот вопрос, ради чего тебе этот бизнес. Я вам рекомендую, у кого нету, вернее, у кого есть или у кого нету, возьмите эту книжку, она называется «Джон Калинч. Лучший, каким ты можешь быть в МЛМ». Есть она у вас? Там как раз в начале описывает он историю, там конкретные вопросы, которые помогут тебе откопать твое призвание, то есть твою цель, для чего вообще тебе необходимо, для чего, вернее, ты хочешь что-то делать по жизни. Значит, и вот это я вам рекомендую, прямо сегодня найдите, начните делать упражнения. Вы знаете, у меня был случай, когда у меня был офис в Тольятти, это еще самый первый проект, и прибежал один молодой человек, он был у меня на третьей линии, и вы знаете, я впервые в жизни видела такие глаза, они были вот как огромные шары, он прилетает, он прилетает с тетрадкой, он прилетает с своим компьютером, его вот так вот с его колбасит, он, значит, открывает этот компьютер, и весь в эмоциях. Катя, ты не представляешь, он говорит, а у него просто голос пропадает, у него комок в горле. Он взял вот эту книжку «Джон Калинч» и стал ее прорабатывать, то есть стал копаться. Я сейчас не помню, что он нарыл, но он нарыл именно то, что двигало им тогда, то есть вот именно вот это вот. И вы знаете, потом после этого у него включения пошли, то есть человек откопал для себя свою мотивацию, поэтому у кого сейчас где-то что-то не хватает, да, возьмите эту книжку и просто начните проделывать это упражнение. За вас это никто не сделает, потому что вот то, что вы сейчас написали здесь, ну чисто теоретически, ну не может тебя заставить, скажем, 15 человек сидеть на звонках целый день. Ну не заставит тебя это, согласен, Виталий? Не заставит тебя раздать долги, офигачить круглые сутки. Ты, может быть, и будешь даже что-то делать, но ты будешь это делать там с тяжестью, с тяжестью, потому что надо, а не потому что ты хочешь. Поэтому обязательно вот это сегодня, ну, сделайте. И давайте перейдем уже ближе, ближе к нашему бизнесу, да. Значит, поставить общекомандную цель на 10 дней. До конца года по пунктам твой ранг, количество включений товара, оборот и доход. Значит, общекомандную мы вчера обозначили, 65 заказов, да, на всю, на команду. Сейчас мы с вами рассмотрим, как, что именно считается, да. Дальше, поставить лично твою цель на 10 дней до конца года по пунктам квалификация, количество включений, товарооборот и доход. То есть, если ты на марафоне один, без группы, то ты, значит, ставишь личную цель для себя. Если у тебя на марафоне есть, кроме тебя, партнеры, да, ну, здесь вот у нас у Юли, в принципе, так, есть группа, да, значит, ты ставишь две цели. Одна лично на себя, вторая на тех людей, кто присутствует вместе с тобой. Также по пунктам квалификация, это количество включений, товарооборот, доход. И третий пункт, что необходимо сделать, раздвинуть рамки в голове, создать верование, почему для тебя возможно этот результат получить. Значит, и да, роярооборот, в целом, я,» это ш respective そ старшор,